Это надо видеть! Уже в шестой раз в Ивановском районе проходит военно-исторический фестиваль «Кречет» – островок Средневековья в бесконечном дедлайне будней. Здесь можно отдохнуть душой и узнать много нового. Он носит семейный характер. Для меня самая большая ценность этого фестиваля – то, что люди приехали с семьями, со своими детьми. И ребята наши, которые сейчас мало иногда проявляют интересы к истории своей страны, здесь не просто этот интерес могут удовлетворить, они могут сами посоздать историческую обстановку, в ней очутиться, ощутить свои корни и свою гордость за нашу большую и огромную страну. В этом году в «Кречете» принимают участие 11 клубов исторической реконструкции из Московской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областей. Тема фестиваля – война. А воинам в средние века приходилось буквально тяжело. Шлем, кольчуга. На каждом бойце не меньше 30 килограммов железа. Как минимум три команды будет. Все остальные там, если скооперируются, значит, сами будут по себе. Но вот как минимум три команды. То есть «Караук», «Мономах» и «Русская дружина». Самые большие клубы, самые массовые. Вот они будут принимать участие в этих соревнованиях. Там будет несколько номинаций. Метание сули, стрельба из лука, бой одиночный, бой групповой, стена щитов. Каждый предмет, который брали на сражение, имел особый смысл. Служил для защиты и в прямом, и в сакральном понимании. Вот, например, щит, на котором изображен проросший крест. Это символ перерождения из язычества в православие. Оружие у каждого свое, в зависимости от позиции, с которой ведется бой. Вот это вот короткое копье, ближнее убое, ну, в основном для вытроков. То есть оно убое, там метров на 30, на 40, чтобы остановить там врага. Нормальное оружие кидается, там лошадь может даже попасть, если убить. А если оружие в бою повредилось или затупилось, то на помощь приходил кузнец. Почетная и прибыльная профессия. У кузнеца морда черная, зато хлеб белый, говорили тогда. Вот, правим оружие. То есть с каждым войском обязательно была кузня походная. И оружие после боя восстанавливалось. Ремонтировалось, мелкий ремонт. Нового, конечно, никто не выпускал на поле. Но ремонт был необходим всегда. Самая зрелищная часть фестиваля – это, конечно, бои. Русская дружина против викингов и татар. Зрителям разойтись. Стена щитов – бой. А бой и не один получился жарким. И дело не только в палящем солнце, но и в эмоциях самих участников. Да, ощущение вот с поля боя – это, ну, не забываемо, это тяжело, конечно. Шлем на тебя давит. Обзор ограниченный. На тебя, у тебя оружие, меч и щит. Ты идешь вперед. И перед тобой противник, который представляет для тебя смертельную опасность. И это непередаваемое ощущение. Правда, это стоит попробовать в личную, вживую. Попробовать свои навыки владения оружием могли и гости из 21 века. Кречет богат на мастер-классы. Пострелять из лука или метнуть копье. Где и когда еще представится такая возможность. Елена Белова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.